Главная площадь города собрала всех спортсменов Орла. Здесь и баскетболисты, и велосипедисты, и легкоатлеты. Для кого-то это шанс проявить себя, а для кого-то просто поддержать себя в форме. Я на каждом каких просах бегала. И для чего теперь это? Ну, для того, чтобы поддерживать спортивную форму и результаты улучшать. Традиционный праздник «Ни дня без спорта» начался с легкоатлетического пробега. Победители в нем выявили в нескольких возрастных группах и дистанциях. Я второй раз первое место заняла. Я была уверена, что выиграю. Любовь Сергеевичева показала лучший результат в своей возрастной группе. Дистанцию 600 метров она пробежала за 2 минуты 24 секунды. Мы ее с самого детства приучаем к спорту. Ей нравится побеждать. Она на лыжах бегает, на велосипеде, на велосипеде. Ну и в рамках этого праздника прошли соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. А вот фестиваль «Артфест Орел-2013» собрал скейтеров и уличных баскетболистов. Это единственный фестиваль в Орле, в котором можно принять участие стритболистам в этом году. Раньше проводилось много фестивалей различных. И частные какие-то фирмы устраивали, например. А сейчас это очень редко. Вот буквально первый серьезный фестиваль, наверное, за все лето. Орловские велосипедисты отправились в главную площадь областного центра в турне по региону. Колонну возглавил российский профессиональный шоссейный велогонщик Денис Меньшов. Маршрут велопробега «Молодежь против наркотиков», посвященного годовщине освобождения Орла от нацистов, пролегал по местам воинской славы. Рассчитано посетить такие города, как Залегач, Новосель, Болхов, с вознесением цветов в памятных местах. И 5-го числа возвращение в Северный Кистоль. На три дня велосипедисты отправились в марафон с остановками у мемориалов и воинских захоронений. В велопробеге мог принять участие любой желающий, с одной оговоркой – наличие собственного велосипеда. Таковых набралось порядка ста человек. А затраты по организации велопробега взяла на себя администрация Орловской области.